Они работают на стройке и в охране, в правоохранительных органах и медицинских учреждениях, спасают жизни и дарят их. Представительницы прекрасного пола во многих странах мира отмечают Международный женский день. Как на своих хрупких плечах им удается не только работать наравне с мужчинами, но и руководить ими. Праздничный репортаж Елены Байрамовой. Здравствуйте, досмотреть можно вас? Да, конечно. С помощью металлодетектора мы находим источник. Человек сигналом проходит. Все, спасибо большое. Хорошего полета. Ежедневно 24 часа в сутки. Порядок и спокойствие в Международном аэропорту Симферополь обеспечивает большая команда. Екатерина Коломеец среди тех, кто не имеет права на ошибку. Этот прибор называется газоанализатор. Он определяет пары взрывчатых веществ. Если багаж вызывает подозрение, мы досматриваем с помощью прибора на пары взрывчатых веществ. Далее уже вызываем кинологическую службу. И они проводят уже дополнительный досмотр. Пункт досмотра – это передовая аэропорта. Но слово «страх» и «опасность» здесь не произносят. Чтобы не пропустить человека, который может причинить вред окружающим, нужно быть и психологом, и специалистом своего дела. Екатерина пришла работать в службу безопасности воздушной гавани пять лет назад. С того момента ее жизнь круто изменилась. Думала, что это временно. Но оказывается, аэропорт затягивает. Он дает новые возможности, общение, новые знакомства с друзьями. Конечно, у нас очень удобный график. И аэропорт занимает мне основную часть моей жизни. В свободное время я стараюсь путешествовать, видеться с друзьями, отдыхать, проводить активное время. Подсказать, направить и пожелать удачного полета. Работа сложная, но она учит быть максимально ответственным, внимательным и даже бесстрашным. Почти как и у дорожных строителей трассы Таврида. Мы сейчас будем отбирать керны из асфальтобетонного покрытия для определения качества устроенного слоя. Ну, наверное, с этого места и начнем. Перед официальным открытием дорожной артерии асфальтобетон проходит все степени проверки. Каждый шаг под чутким руководством начальника лаборатории Полины Костровой. Практически с пылу с жару. Настало время замеров. Толщина керна 5,2 мм. По проекту 5. Отлично. Полина начала изучать структуру, состав и особенности стройматериалов в лабораторных условиях с 2003-го. Накупленные знания и опыт пригодились в Крыму. Сюда она переехала из Дождливого Петербурга три года назад. Легко ли? Нет, не легко, потому что, ну, вы сами видите, как мы работаем. Коллектив мужской. Конечно, приятно окружение такого количества мужчин, но и это вызывает некоторые сложности, тем более, когда ты руководитель. Профессионализм и женская мудрость помогают держать работу под контролем. А что скажут мужчины о женщине-начальнике? Какой-то праздник. Сразу уже день начинается с улыбки, ну, и веселее. Образцы исследуют от и до. Важно проверить не только толщину, но и содержание воздушных пустот. По специальной технологии измеряют сухой вес, затем помещают в воду на пару минут, а после – контрольный замер. Пока работа кипела, мужчины решили поздравить своих коллег с 8 марта. Самый необычный для меня подарок, который преподносится, наверное, каждый год – это алкоголь. Потому что, как человек, не употребляющий алкогольные напитки, ну, каждый год их получающий и, соответственно, коллекционирующий. Хоть свободного времени остается и немного, но Полина любит путешествовать по Крыму. Особенно она полюбила горы. В них есть что-то особенное и вдохновляющее, чего порой из-за суеты и занятости не хватает в повседневной жизни каждой женщине. Строят, ремонтируют, контролируют. И даже самые сложные профессии, которые раньше считались под силу только мужчинам, давно не пугают прекрасных дам. На сегодняшний день они работают в абсолютно разных сферах. И не только 8 марта, но и каждый день они заслуживают того, чтобы им говорили, что они самые красивые и лучшие на Земле. Елена Барамова, Андрей Заричный, Новости 24.